МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Вауральской вещательной компании информационно-аналитическая программа объектив итоги в студии Наталья Рау. Я и мои коллеги готовы рассказать о последних событиях. Смотрите выпуски. Бездефицитный бюджет, устойчивость, сбалансированность – главный принцип формирования финансовой стратегии округа на 2021 год. 12 ноября глава Новоуральского округа Владимир Цветов выступил с бюджетным посланием на заседании Новоуральской думы. Спасибо за ваш труд. Медики Новоуральска на передовой работают с утра до ночи, чтобы оказывать помощь пациентам в период пандемии коронавируса. Новоуральск – лидер. Наш город занял первое место в рейтинге всероссийского проекта «Школа Росатома». Из второй части выпуска узнаете, как прошло открытие юбилейного театрального сезона, о награде для новоуральского учителя, которая спасла тонущего ребенка, о том, где будут установлены елочные городки в этом году и многом другом. В Новоуральском городском округе дан старт формированию бюджета на 2021 год. Он должен учитывать современные реалии эпидемиологической ситуации и снижение экономической, деловой и потребительской активности жителей. 12 ноября глава Новоуральского округа Владимир Цветов обратился к депутатам Думы с бюджетным посланием, в котором он подвел главные итоги за 2019 и текущие 2020 годы и рассказал об основных направлениях налоговой и бюджетной политики округа на следующий год. Бюджетное послание глава Новоуральского городского округа Владимир Цветов начал с новости о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев на заседании правительства 12 ноября объявил о том, что Новоуральск третий год подряд возглавил ежегодный инвестиционный рейтинг муниципалитетов региона. На заседании правительства Свердловской области подводили итоги развития муниципальных образований Свердловской области и губернатор Свердловской области Куйвышев Евгений Владимирович объявил победителем Новоуральский городской округ. Это наши с вами победы. Спасибо вам большое за активное участие. Что даст это нашему городу? Это поднимет наш статус. Нам есть о чем будет сказать своим избирателям. Ну и главное, мы становимся надежным оплотом для тех предпринимателей и тех производственников, флагманом Свердловской области по развитию предпринимательства на нашей территории. Поэтому огромное вам всем спасибо. Переходя к теме экономических результатов 2020-го, глава подчеркнул, что ожидаемо расходы бюджета этого года были перераспределены и направлены на профилактику распространения инфекции, на поддержку организаций и граждан округа. Глобальная пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию бюджетной и налоговой политики в 2020 году. Меры, направленные на сдерживание распространения инфекции, привели к беспринцедентному в послевоенной истории сокращению экономической активности в мире. В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в России накладывались административные ограничения на деятельность ряда организаций, что вызвало вынужденное резкое сокращение деловой активности. В связи с принятием мер социального дистанцирования потребительская активность также сдерживалась. Тем не менее, по ключевым социально-экономическим показателям расходы бюджета сохранены, заработные оплаты педагогам соответствуют и даже превышают целевые показатели, установленные указами президента. По работникам учреждений культуры целевой показатель выполнен на 97,7%, что связано с потерями доходов от предпринимательской деятельности. Администрации прорабатываются варианты компенсации организации. Несмотря на все трудности, в 2021 году в округе будет сохранено финансирование всех социальных сфер на прежнем уровне. Социальные расходы бюджета следующего года составляют более 80% от всей расходной части бюджета. И львиная доля приходится на образование. Наименее защищенной оказалась сфера малого и среднего бизнеса. Предприятия несли убытки и закрывались. Учитывая сложившиеся обстоятельства, была скорректирована налоговая политика округа и приняты дополнительные меры поддержки субъектов предпринимательства. Значительно сократили количество проверок, разработаны освобождения или отсрочки по текущим платежам. В части налоговой политики в 2020 году как на федеральном, так и на региональном уровне вносятся изменения, направленные на поддержку субъектов предпринимательства. Набор мер зависит от уровня бизнеса и его отрасли. Наряду с общими предусмотренными дополнительными для малого и среднего бизнеса, для пострадавших отраслей, для автоперевозчиков, строителей и других видов бизнеса. Это меры по сокращению проверок, освобождению и отсрочкам как по текущим платежам, так и по штрафам. Органы местного самоуправления нашего округа также приняли ряд преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так полностью освобождены отнесения арендных платежей субъекта малого и среднего предпринимательства по договорам аренды объектов недвижимого имущества нежилого фонда и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности за второй квартал 2020 года. Установлена возможность снижения арендных платежей, предоставления срочки внесения платежей по договорам купли-продажи недвижимого муниципального имущества. В целом, проект бюджета на 2021 год по расходам сопоставим с предыдущими годами. Он составит 4 миллиарда 304 миллиона рублей. Будут продолжены проекты по благоустройству Нуральского городского округа. Это бульвар Академика Кикойна, бюджет более 27 миллионов рублей. В планах отремонтировать 60 тысяч квадратных метров автомобильных дорог общей стоимостью 216 миллионов. Завершение благоустройства аллеи молодежи и капитальный ремонт конструкции быстротока реки Бунарка состоится в рамках реализации соглашения между правительством Свердловской области и госкорпорацией Росатом. Приоритет проекта бюджета на 2021 год – это социальная сфера. В проекте бюджета на 2021 год предусмотрено 4 миллиарда 69 миллионов рублей на финансирование 14 муниципальных программ, охватывающих практически все сферы жизнедеятельности Новоуральского городского округа и включающих конкретные мероприятия. Как и в 2020 году, округ будет участвовать в реализации федеральных проектов национальных программ «Спорт. Норма жизни» и формирование комфортной городской среды. Будут продолжены работы по благоустройству бульвара Академика Кикойна. Данный объект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. В категории малых городов и округ получил грант из федерального бюджета в размере 90 миллионов рублей. В 2021 году на данный объект в проекте предусмотрено 27,4 миллиона рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 12 миллионов рублей. В целом налоговая политика на предстоящие три года будет формироваться в условиях восстановления экономической активности и преодоления негативных последствий пандемии для экономики. Глава отметил, что проект бюджета удалось сформировать сбалансированным, бездефицитным и устойчивым, сохранив оказание муниципальных услуг населению в полном объеме. Бюджетное послание мэра города дает старт работе по рассмотрению в Думе проекта местного бюджета на очередной год. Уже 13 ноября депутатские комиссии начинают детальное изучение проекта основного финансового документа «Новоуральска». Понимая, что вопросы жизнеобеспечения города находятся на первом месте, депутаты сегодня собрались и традиционно приняли проект решения бюджета. Глава доложил, основные вехи – это весь бюджет 4 миллиарда 300 миллионов, это практически бюджет прошлого года. Как всегда, просматривается социальная направленность, 60% бюджета – это образование, 95% бюджета – это 14 муниципальных программ. Предполагаем закончить рассмотрение бюджета к 16 декабря этого года. И сегодня еще прошло внеочередное заседание Думы, на котором были рассмотрены дополнительные меры социальной поддержки и на три месяца продлен срок отсрочки арендных платежей муниципального имущества для физических лиц и юридических лиц от ранее установленного срока. Полное выступление Владимира Цветова перед депутатским корпусом Новоуральского городского округа вы можете посмотреть на нашем канале YouTube. Мария Антонова, Николай Ларионов, Иван Мухмяков, Павел Сизов. Объектив. Итоги. За сухими цифрами отчетов всегда стоят большие дела и масштабная деятельность. И не секрет, что Новоуральск заметно преображается во многом благодаря слаженной работе администрации округа и всех ведомств и структур, участвующих в этом процессе. Все это делается для того, чтобы в городе было комфортно жить. Наша съемочная группа вышла на улицы города и узнала у жителей Новоуральска о произошедших изменениях в городе в этом году и предложениях на 2021 год. Мне понравилось вот ОМИФИ, как все украсили или отделали. Интересно, с фантазией. Ну, конечно, положительно. Всегда все перемены по благоустройству, это только к лучшему. Когда мимо проезжала, мне очень понравилось. И нравится вообще, что в нашем городе вообще что-то делают. Я сама приехала сюда из города Екатеринбурга и живу здесь 17 лет. И за 17 лет очень видно, что очень город изменился. Не решается вопрос совершенно с молодежной аллеей. Столько времени. Я не знаю всех деталей, конечно. Но во всяком случае, то, что такие суммы были выделены. У меня прямо под окнами построили новый спортивный центр, который вот-вот должны открыть и хочется его посетить. Аллею Кикоина, да, тоже ее модернизировали, по-моему, лестницу, которая поднимается вверх. Я считаю, что, конечно, изменения к лучшему. У нас тоже есть прекрасная аллея, которая требует благоустройства и замены скамейки, может быть, обновлению фонтанов, может быть, какие-то детские площадки, вот, чтобы можно было комфортно гулять с детьми летом. И какая именно аллея? Аллея труда. К концу года нам отремонтировали лестницу на улице Северной, которая полгода не функционировала. В следующем году что бы хотели увидеть, что бы изменилось? Ну, чтоб чище было в городе. И такие вот места, которые забыты немножко. Вот сквер, например, около Карлсона. Там как бы так все запущено. Вы знаете, я здесь живу как бы мало еще. Ну, чистый город стал, красивый. 11-ти классники вернулись в школы с сегодняшнего дня. Такое решение закреплено губернатором Евгением Куйвышевым. Он 13 ноября подписал указ номер 607 УГ, который закрепил ранее принятое решение об отмене дистанционного обучения для учеников 11-х классов. Цитата. С понедельника, 16 ноября, мы решили вернуть 11-й классы на очное обучение в школы, понимая, что у них очень ответственный период. Нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗы. «Лучше, конечно, делать это в привычном формате. Это решение было согласовано в том числе и с Роспотребнадзором. Мы проанализировали в частности структуру заболеваемости и выяснили, что подростки 16-17 лет не так подвержены заражению, как люди из групп риска», – написал Евгений Куйвышев ранее на своей странице в соцсети. Новая редакция документа опубликована на официальном портале правовой информации. Указом внесены изменения в пункты, касающиеся работы общеобразовательных организаций, учредителем которых являются органы госвласти Свердловской области, муниципальных общеобразовательных школ, частных учебных заведений. Дистанционное обучение, согласно действующей редакции указа, распространяется на учащихся 6-10 классов. Срок дистанта для этих классов продлен до 21 ноября. И о статистике по заболеваемости COVID-19. По данным на 16 ноября в России зафиксировано 22 778 новых случаев коронавирусной инфекции. В стране это новый антирекорд суточного прироста заболевших. Всего в России с начала пандемии 1 млн 948 603 случая. В Свердловской области за сутки выявлено 341 заболевших ковидом в Новоуральске, по данным, на 16 ноября число больных с подозрением 82 человека, столько же и с подтвержденным диагнозом COVID-19. Снятых с наблюдения 87 человек, выписанных с выздоровлением нет. Число граждан, причина смерти которых коронавирусная инфекция – 2. В настоящее время в стационаре инфекционного отделения находятся 218 взрослых и двое детей. Быть на передовой в такой сложной ситуации, работать по 12 часов в день, и так в течение всей пандемии. Сегодня мы расскажем об авангарде борьбы с пандемией, амбулаторной помощи пациентам. Медики городской поликлиники работают сейчас буквально в нечеловеческих условиях. Как проходит их день, как сейчас на передовой – узнаем далее. Городская поликлиника в 8 часов утра. Начиналась планерка для так называемых ковидных бригад. Это тот медперсонал, который поедет по вызовам на температуру, повторно к больным с диагнозом коронавирусная инфекция, контактным, которые почувствовали ухудшение состояния. На планерке изучают новые схемы лечения, если таковые пришли, рассматривают тактику при сложных с диагностической точки зрения случаях. Затем сотрудники облачаются в комбинезон и разъезжаются по вызовам. Вот так их мало. В основном все это молодежь, которая работает по убеждению, стремлению и огромному желанию помогать. У нас 9 бригад ковидных, выходит работать на город порядка 13-14 бригад ежедневно. Нагрузка на врачей очень большая, потому что сейчас идут подъемы сезонного гриппа и коронавирусной инфекции. И у нас где-то получается на врача до 30 человек. В ковидной бригаде 30-32 врачи берут и 30 фельдшера. Не ковидные бригады, которые ездят на простые ОРЗ, у них где-то по 25. Поэтому катастрофически не хватает ни врачей, ни времени. Сложно даже представить, как можно работать в таких условиях не посменно, а в ежедневном режиме. Но они работают, зачастую выслушивая необоснованные жалобы, претензии и даже оскорбления от пациентов. Молодые доктора, которые пришли работать в медсанчасть только в этом году, успев проработать по специальности от силы месяц, сразу попали в ковидные бригады. Причем по собственному желанию. Врач-невролог Данил Гунин приехал в Новоуральск в сентябре. Проработал три недели по специальности. Поскольку я уже с самого начала, когда коронавирус начался, начал работать, поэтому я без раздумий уже согласился. Потому что я знаю, как с этим работать. Много прошел, много видел, переболел сам. Поэтому вопросов тут особо не было, никакой опаски или боязни не было. Пошел работать и все. Избегать большого количества людей, массового сбора людей. То есть носить маски, а лучше две маски сразу же, на всякий случай. Поскольку такая ситуация, многие же с друзьями любят встречаться и так далее. Но когда у друзей сидит там семь человек, а один из них пренебрежительно относится к мерам безопасности и приходит в компанию и сообщает, что у него пропало обоняние. В общем, сборить надо немножко ограничиться. Максимальное количество вызовов этого молодого врача в сутки – 48. С 7 утра и до 17 часов. А затем до 23 – заполнение документации. А на завтра снова в работу в прежнем режиме. Мария Чеботарева приехала в Новоуральск из Леснова в прошлом году. С коронавирусом я начала работать непосредственно с конца июня, когда мне предложили из Торополя клиники перейти в третью для помощи. Я, конечно, не отказала, понимала, что какая тяжелая ситуация, что у врачей физически не хватает ни времени, ни сил. И я согласилась, конечно, на помощь. Бывает, что пациент немного сам начнет лечение. Там где-то примерно 5-7 дней он сам чем-то полечится. И антибиотики уже выпьет, и все, что можно. И вызывают потом врача, говорят, что мне ничего не помогает. Поэтому к пациентам очень большая просьба не скупать препараты, не пить все подряд, чтобы лишь бы помогло. Лучше сразу вызвать врача, как только какие-то симптомы появились. Либо прийти на фильтр в третью поликлинику, если у вас температура небольшая и состояние позволяет. А если, конечно, температура выше 37,5 и другие респираторные синдромы, то можно, конечно, вызвать врача надо. Мы сразу приедем, обследуем и назначим правильное лечение. В профессии я не разочаровалась. Конечно, бывает и сложно, и трудно, и пациенты порой тебя не понимают. Но в дальнейшем ты видишь отдачу. То есть то, что они выздоравливают, это тебе приносит какую-то мотивацию, что ты не просто так это все делаешь, а действительно есть результат. Три педиатра, невролог, терапевты – это молодежь, которая только пришла работать и сразу попала в самое пекло. Нагрузку берут, никаких там, что не хочу, не могу, не буду. Делают все квалифицированно, качественно. Ну что, не понимают, они же все равно педиатры, обращаются. Значит, приехали к пациенту, на дому непонятно звонок. Значит, поэтому в документации, ну, стараются очень. Поэтому, как бы мы уже притерлись, и как бы у нас уже все это хорошо. Абулаторное звено – это авангард оказанию медицинской помощи населению. Сейчас самая большая нагрузка именно на них, как и на персонал ковидного госпиталя. Я хочу вот пользоваться случаем, выразить большую глубокую благодарность своим докторам и финансирам. Вот настолько, насколько они сейчас на себе везут, это, ну, низкие поклоны. И поэтому я прошу пациентов быть, ну, терпимее. Мы не из-за того долго, может, не едем, не из-за того быстро это все делаем, а из-за того, чтобы практически не хватает времени, чтобы каждого посмотреть, каждому назначить, каждому что-то сделать – это очень большое время. И поэтому, в связи с тем, что у нас практически все врачи выезжают на вызова, остается в поликлинике два-три врача. А пациентов, которые выздоравливают, на второй прием идет очень много, поэтому, ну, терпение надо. И правда, давайте будем терпимее, с пониманием относиться и уважать этот тяжелый, адский тяжелый труд. Эти люди не виноваты, что система в нашем государстве работает именно в таком порядке. Это не они виноваты в нехватке кадров и лекарств, мест в стационаре. Наоборот, эти люди сейчас делают все на грани своих возможностей для того, чтобы сохранить наше с вами здоровье. И огромная им за это благодарность. Альбина Бабкова, Павел Сизов, Объектив, Итогиа. Медики на страже здоровья горожан круглосуточно, даже в свой профессиональный праздник. Сегодня центральная медико-санитарная часть номер 31 отмечает день рождения со дня образования – 73 года. В связи с этим к нам в редакцию пришло поздравление от главы Новоуральского городского округа Владимира Цветова и председателя Думы НГО Михаила Денисова. Цитирую. С приходом страшной инфекции медицинские работники оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Каждый день вы испытываете физические и нервные нагрузки, рискуя своим здоровьем. Но, несмотря на жуткую усталость, вы находите для пациентов доброе слово, которое действует сильнее лекарств. Искренне поздравляем весь коллектив центральной медико-санитарной части номер 31. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья. Слова благодарности, признания и поддержки сегодня звучат для вас и от жителей города. Спасибо вам, наши герои. В НПО «Центратех» введена в промышленную эксплуатацию установка по производству металлических порошков для 3D-печати. Установка газового распыления называется «Капля». Она позволяет получать широкий спектр порошков, алюминиевые и медные сплавы, нержавеющие и высоко легированные стали. Эти материалы для металлических 3D-принтеров и порошковой металлургии в целом. Об экспериментальных партиях продукции речь шла еще осенью этого года. И вот сейчас специалисты НПО «Центратех» отстроили каплю для промышленного производства. Напомню, о планах научно-производственного объединения рассказала президент топливной компании ТВЛ Наталья Никипилова журналистом Новоуральска на пресс-подходе в конце сентября, когда приезжала на День работника атомной промышленности. «Сейчас запущена в опытную эксплуатацию одна установка производства порошков капля, и там ведется отработка технологии. То есть не все получается, но установка сложная, мы понимаем это. Но тем не менее уже первые килограммы этого порошка, товарного свойства уже получены. До конца года нужно получить объем до 100 килограмм. И вторая установка, она еще только находится в монтаже, это установка шайба, которая, ну если в первом случае мы получаем нержавстальные порошки, то во втором случае мы получаем титановые порошки. И вот здесь вот до конца года эта установка должна быть запущена, мы должны приступить к получению первых партий товарных». «Рынок очень емкий, и мы сами для себя потребители, потому что запускаем центр аддитивных технологий», констатировала на встрече с журналистами Наталья Никипилова, президент топливной компании ТВЛ. «Безусловно, производство должно быть автоматизированное с обязательной встроенной системой качества. Тогда можно будет обеспечивать совершенно иной уровень заказов. Тем более, что центр аддитивных технологий в следующем году заработает в том числе и в Новоуральске. Такой производственный центр будет выпускать конечную продукцию для потребителей». «Мы будем выпускать конечные изделия по заказам потребителей. Поэтому нам самим нужны порошки для этого производства. Ну и рынок в России очень емкий этих порошков. В принципе, это только начало большого пути. Вот опять же, на выездном совещании в ЧМЗ мы договорились, что большая промышленная установка производства титановых порошков будет там, потому что у нас центр металлургии там, и это очень хорошо конфигурируется, скажем так, с их компетенциями. Но, скорее всего, нержавстальная часть производства порошков будет здесь, серийная. Ну и на то это и НПО, что все новые технологии, как технологии производства, так и новые продукты, они все равно будут появляться здесь». «Капля» – одна из первых установок, которую запустили уже в промышленное производство в Новоуральске. Принцип действия установки состоит в распылении и расплаве жидкого металла струей газа. Максимальная производительность «Капли» составляет 20 тонн порошка в год. Производство порошковых материалов для 3D-печати – одно из ключевых, направлений развития бизнеса «Русатома» в области технологий аддитивного производства. «Сегодня в город пришла отличная новость. Новоуральск занял первое место в рейтинге атомных городов участников всероссийского проекта «Школа Русатома». В эти минуты в Крыму проходит установочный семинар для муниципальных координаторов проекта. Наш город представляет Татьяна Аленькина, заместитель начальника управления образования администрации Новоуральского округа. На семинарии были озвучены эти итоги. Также там обсуждают планы на предстоящий учебный год. Кстати, с 23 ноября Новоуральск проведет всероссийский конкурс для школьников атомных городов. Конкурс для юных изобретателей «Атомдвиж». В этом году в связи с пандемией он пройдет онлайн. Как всегда, новоуральская вещательная компания будет следить за развитием событий. Это программа «Объектив. Итоги» и вот главные темы второй части нашего выпуска. Онлайн, но ярко и искрометно в минувшую пятницу открыт юбилейный 70-й театральный сезон. Традиционно в день открытия нового театрального сезона состоялось чествование лучших артистов по итогам прошлого сезона. Свою номинацию утвердила и новоуральская вещательная компания. За смелость и самоотверженность в малом зале администрации за спасение ребенка благодарность из рук главы округа Владимира Цветова получила учитель физической культуры 45-й школы Анна Салищева. Скоро Новый год, а значит в ближайшее время в Новоуральске появятся ледяные скульптуры с подсветкой и вся праздничная атрибутика. Открытие 70-го юбилейного театрального сезона зрители ждали очень долго. Однако ситуация такова, что провести это торжество стало возможным только в формате онлайн. Подарком к началу юбилейного сезона стало приобретение автобуса для транспортно-логистических нужд театра. Кроме того, к открытию сезона в театре успели завершить ремонт потолка в зрительном зале. Тему продолжит Альбина Бабкова. 70-й юбилейный сезон открыт. Открытие театрального сезона ждали все. Именно к этому моменту удалось завершить ремонт потолка в зрительном зале. Он заиграл новыми красками, там стало еще уютнее. Именно к этому моменту театр получил замечательный подарок. Новый микроавтобус для того, чтобы возить на спектакли школьников и дошкольников и чтобы труп поездила на гастроли. В день открытия автобус с праздничным бантом стоял у крыльца. Опоздавить театр приехал глава округа Владимир Цветов. Мы поздравляем коллектив театра с этим юбилеем. Коллектив театра в этой сложной обстановке ни на один день не прерывал свою работу. Он участвовал в всероссийских конкурсах. Он создал, осуществил постановку нового спектакля. Он принимал участие в гастролях. То есть театр ведет полноценную работу. Время сейчас сложное, время тяжелое. Но за этот год мы смогли подготовиться к этому началу 70-летнего юбилейного сезона. Мы провели ремонт в театре, отремонтировали главный зал. Я только что сейчас его посетил. Зашел он действительно красивый и выглядит даже еще и лучше, чем в прошлые годы. Поэтому это очень приятное событие. Горожане любят театр и гордятся им. Мы делаем для него все, что возможно. Решаем вопросы о финансировании его деятельности на всех уровнях и на областном, и на муниципальном, и на федеральном. Поэтому я хочу поздравить коллектив театра, пожелать ему в наше такое сложное время здоровья, благополучия, творческих успехов. Ирина Шаповалова, заведующая отделом культуры округа, рассказала, что несмотря на все ограничительные меры, театр работал даже активнее, чем в прошлые сезоны. Премьеры, новые форматы работы, гастроли и, конечно же, участие в самом престижном конкурсе «Золотая маска». Нужно сказать огромные слова восхищения нашему замечательному театру. Потому что то, что произошло в стране, в мире, они не просто с достоинством выдержали, они очень активно перестроили свою работу. Они стали работать в новом формате. Наш театр с 6 апреля стартанул в новом формате в онлайн-режиме. И миллионы подписчиков, тысячи информационных поводов, тысячи продуктов информационных театральных. И все это стало доступно не только нашим горожанам, оно стало доступно и стране, и миру. И нужно сказать, что театр очень активен был во всех акциях. Вот к Дню Победы исполняли песню «День Победы». И из 12,5 тысяч исполнителей на Первом канале 500 человек это были новоуральцы. И, конечно, большая часть из них была из театра. И если говорить о новоуральских фанфарах, то есть впервые прошел в новом формате, в онлайн-формате этот фестиваль-конкурс, который всегда привлекал тысячи музыкантов из разных концов страны. А в этом году 64 оркестры, это в два раза больше, чем самые лучшие, самые насыщенные оркестрами годы. Ну и, конечно, нужно сказать, что театр привлек внимание «Золотой маски». Неделю назад комиссия уехала, два спектакля отсмотрели. С 1998 года «Золотая маска» не приезжала, не смотрела на Новоуральский театр музыки, драмы и комедии. А в этом году отсмотрели сразу два спектакля. Большой праздник на сцене, но при пустом зале. Для артистов, как мы понимаем, это вдвойне тяжело. Но они справились, выложились по полной, сыграли, как при полном зале. Это и есть настоящий профессионализм. Мэри, сказали папа, Мэри, пусть знает о лбах. Деньгам преграды нет, пусть нас услышит весь свет. Старой неправим пора, крикнуть без твоей ура. Чек свой возьми в путь и счастливый будь. Но кто не любит, где чертополе или мы, здесь о ней говорят. Для мэри всюду открыты дверь, ей кричат «Виват». Но я открою вам секрет, до бизнеса мне дела нет. Я просто ловала, и в эти зумные годы. Я слышал все жилье, ты жут на всей земле. Когда Ромео твой придет к тебе, Поверь мне, что я Стрелует женщина, как я. Поверь мне, что я Всего лишь женщина Грой моя Мы в этот, за эти полгода ограничений, мы поставили целых три спектакля. Это спектакль малой формы, это новое направление, которое мы сегодня активно развиваем. Это и была классическая оперетта Оффенбаха «Свадьба при фонарях». Это был драматический спектакль «Детектор лжи». Это был танцевальный спектакль, драма в стиле Гэтсби. Совершенно замечательные работы. Сейчас у нас идет активно подготовка над нашим новогодним подарком. Это мюзикл «Щелкунчик». Уже совсем скоро мы его представим нашим зрителям. Мы сегодня открываем. Это действительно праздник большой для нас, для театра, для артистов. Выход долгожданный на сцену. Я думаю, что юбилейный сезон подарит нам очень много интересных, ярких событий. У нас впереди, буквально уже с Нового года, начинается работа над большим мюзиклом «Я и Эдмон Дантес». «Я и Эдмон Дантес», «Известная история». Дальше мы будем ставить также еще один драматический спектакль по Достоевскому. Тоже очень интересная история, комедия, несмотря на то, что это Федор Михайлович. Поэтому еще очень много-много будет сюрпризов в новом сезоне. По традиции на открытие сезона вручали номинации. Лучшему актеру и актрисе прошлого сезона и ряд других. Их вручают партнеры театра, общественные организации, профсоюз, Уральский электрохимический комбинат, предприниматели. Ну а первой стала номинация «За верность профессии». Вручили ее Тамаре Ивановне Акулич, заведующей труппой. И так совпало, что именно в этот день Тамара Ивановна отмечала свой день рождения. Дорогая Тамара Ивановна, коллектив театра от всего сердца желает вам крепкого здоровья, побольше радости в жизни, всего самого наилучшего. Небольшой сюрприз Тамара Ивановна не ожидала. Новурайская вещательная компания учредила свою номинацию. Она называется «Сохраняй мгновение». Мы решили, что ее достойна актриса театра Татьяна Белова. Таня занимается созданием видеороликов для театра. Эти ролики пользуются большой популярностью в сети. Награждается артистка драмы, а с недавних пор и режиссер видеофильмов о театре и его истории Татьяна Белова. Последние полгода подписчики наших социальных сетей постоянно смотрели различные ролики, видеозарисовки, интервью и даже целый комедийный веб-сериал с участием наших артистов. Все это заслуги нашей нынешней номинантки. А номинация учреждена партнером театра Новоуральской вещательной компании. Танюш, мы тебя от всей души поздравляем. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главной интригой стали номинации «Лучшая женская и лучшая мужская роль» 69-го сезона. Номинация «Лучшая женская роль» претендентками на нее стали Юлия Черепанова за роль князя Орловского «Летучая мышь», Елена Кузнецова роль Адели, Ирина Сумская роль Мариулы из «Ледяного дворца» и Ксения Чурсинова за эту же роль. Итак, номинацию за «Лучшую женскую роль» 69-го театрального сезона получила Ирина Сумская. «Лучшая женская роль» Ирина Сумская! Поздравляю! Номинация «Лучшая женская роль» 69-го сезона. Представляем претендентов Александр Кондолинцев за образ Генри Хайзенштейна из мюзикла «Летучая мышь», Александр Калмогоров за «Шерхана» из «Книги джунглей», Владимир Розин за образ «Коковани» из «Серебряного копытца» и Игорь Филиппов за образ «Маугли» в мюзикле «Книга джунглей». Номинацию получил Владимир Розин. В номинации «Лучшая мужская, лучшая главная мужская роль» в прошлом сезоне становится заслуженный артист России Владимир Розин! АПЛОДИСМЕНДЫ Компания готовит программу, в которой мы покажем все номера и номинации с открытия театрального сезона. Она выйдет в эфир в среду в 12 часов 30 минут и в 19 часов 30 минут на канале ОТВ. Альбина Бабкова, Геннадий Донгузов, Павел Сизов, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Награда нашла героя. В малом зале администрации глава округа Владимир Цветов вручил благодарность учителю физической культуры 45-й школы Анне Салищевой. Напомним, отдыхая летом на Черноморском побережье, Анна не растерялась и помогла спасти тонущего ребенка. Продолжит мой коллега Виктор Малышев. Ранее мы уже рассказывали о героическом поступке, который совершила учитель физической культуры 45-й школы Анна Салищева, отдыхая летом на берегу Черного моря. Конечно, такой поступок не мог остаться незамеченным. Руководством города было принято решение поощрить педагога, спасшего 9-летнего юношу Марка Хорошильцева. Награждение прошло в малом зале администрации округа. Анна Алексеевна совершила благородный поступок. Она спасла жизнь человеку, она провела реанимационные мероприятия и спасла этого молодого человека. Наши врачи это очень часто делают, но у них для этого есть знание, опыт и оборудование. У Анны Алексеевны этого ничего не было. Она, имея, так сказать, знания, которые она получила во время учебы, во время работы, использовала и таким образом спасла жизнь будущему защитнику Отечества, будущему клаве семейства и вообще тому, кто будет создавать нашу экономику. Спасибо вам большое. Вы настоящий учитель и гражданин. Спасибо. Спасибо. Человек с большим сердцем, боевая подруга, герой нашего времени. Именно так охарактеризовали Анну Салищеву, руководство школы и коллеги, с которыми нам удалось пообщаться накануне. В 45-й школе Анна Алексеевна преподает более 12 лет, из которых 6 трудятся в школе как на основном месте работы. За это время показала себя как отличный специалист, друг и человек, который всегда готов подставить плечо. Анна Алексеевна именно тот человек, о котором мы готовы говорить, что у человека огромное сердце и ее поступок нас воодушевляет и позволяет думать, что несмотря на все сложности и трудности, с которыми сталкивается человек в сегодняшней жизни, всегда можно оставаться человеком. Для меня Анна Алексеевна, ну вот коллега, как бы сказать, боевая подруга, с которой я уже много лет работаю. Она преподает в классе урок физкультуры у моих детей, у пятиклассников. Дети ее безумно обожают и любят. И в кисниках с учителем-предметником легко очень работать. Да, ну а для меня она, еще раз повторюсь, боевая подруга, для которой, ну, нет, частички «не», да, «не надо», «не могу», «не хочу». То есть для нее это не свойственно. Для нее всегда «я впереди», «я могу», «я помогу», «я с вами рядом». Я с недавнего времени Анну Алексеевну называю героем нашего времени. Когда мы узнали новость о том, да, что произошло на побережье Черного моря летом, мы были не удивлены, совсем даже не удивлены, потому что мы знаем Анну Алексеевну как решительного, активного человека, еще и неравнодушного к детям, неравнодушного к проблемам детей, да, неравнодушного даже к эмоциональному состоянию детей. И когда детей привожу к ней на уроки, она обычно сразу по детям видит. Никита взирошенный что-то произошло, у Леши плохое настроение, Маша бледная, наверное, сегодня плохо кушала. Ну, конечно, такие качества у Анны Алексеевны, которые, наверное, необходимы всем педагогам. Только добрые слова о своем педагоге мы услышали и от воспитанников Анны Алексеевны, с которыми нам удалось пообщаться ранее. Учитель для этих детей стал самым настоящим героем. Как оказалось, они бывают не только в комиксах или мультфильмах, но и в реальной жизни. Это человек, который нас вдохновляет, пытается, чтобы мы были спортивными. Она с первого класса нас учила быть спортивными и всегда учила нас быть правильными. И никого не обижать на физкультуре и вообще в школе. С ней никогда не бывает скучно. Она очень веселая, и мы у нее учимся примеру быть спортивными. И вообще, она самый лучший учитель по физкультуре. Анна Алексеевна – это учитель, который, если кому-то на уроке станет плохо, например, она сразу поможет. Анна Алексеевна для нас пример. Мы все очень любим Анну Алексеевну и желаем ей здоровья. Она самый учитель лучшей в мире. Сама Анна, конечно, героем себя не считает и говорит, что на ее месте так поступил бы любой человек. Но, к сожалению, далеко не каждый сможет в экстренной ситуации оставаться собранным, вспомнить все необходимые действия и в нужном порядке их выполнить. Самое главное – сохранять терпение, здравый рассудок и не бояться. Все получится, если захотеть. Виктор Малышев, Павел Сизов. Объектив. Итоги. Скоро Новый год, а значит, в ближайшее время в Новоуральске появятся ледяные скульптуры с подсветкой и вся праздничная атрибутика, которая создает соответствующее настроение. Безусловно, ледовый городок, как и в прошлом году, разместится в Центральном парке культуры и отдыха. Однако это будет главный, но не единственный в городе объект, посвященный предстоящему празднику. Полюбившаяся горожанам изящная карета с лошадьми, как и в прошлые годы, будет установлена управлением городского хозяйства в преддверии Нового года в начале улицы Ленина. Такая световая конструкция будет радовать всех, кто будет въезжать в Новоуральск. А световые кубы, которые стояли по Ленина-2, планируется расположить в этом году на Центральной площади, чтобы и эта часть города была охвачена новогодней атрибутикой, создавая праздничное настроение новоуральцам. Традиционно будет расположен еще один, правда, небольшой елочный городок напротив театра музыки, драмы и комедии. Это тоже задача управления городского хозяйства. Мы устанавливаем ежегодную елку в районе Ленина-16, это малый сквер. Это напротив театра? Да, 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 совершенно верно. Это сквер, который напротив театра, через дорогу по улице Ленина. Там опять такую же мы елку устанавливаем, как ежегодно. Ну, придумываем мы каждый год разные элементы, там, по вырезанию льда, еще по украшению дополнительному. Ну, и традиционно ежегодно мы устраиваем четыре снежных городка, это в сельских населенных пунктах. В Мурзинке, в Тарасково, в Починках и в Пальниках, кроме Лени. Четыре снежных городка, там также устанавливается елка, обустраивается ледяное ограждение, устанавливаются горки и содержится, естественно, в зимний период, это для развлечения. Не только о новогодних планах, но и о масштабной работе по созданию комфортных условий проживания в Новоуральске рассказала нам Елена Васильева, исполняющая обязанности директора ОГХ. Полную версию программы о ремонте дорог, замене светофорных объектов в городе, строительству парковок и многом другом можно будет посмотреть в четверг, 19 ноября в нашем эфире. Старт дан. Конкурс на лучшее оформление предприятий города Новогодний Новоуральск 2021 пройдет до 25 декабря. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новоуральска. Главная цель конкурса – создать праздничный новогодний облик города. Жюри будет оценивать художественное и световое оформление, масштабность, применение рождественской и новогодней символики, нестандартных и новаторских решений, состояние вид прилегающей территории. Организации проведения конкурса возложены на фонд Новоуральский центр развития предпринимательства. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 декабря по адресу Льва Толстого, 2 этаж, телефон 9-13-99. И в продолжении праздничной темы новогодние каникулы предложили продлить до конца января. Такое предложение направила партия Коммунисты России в правительство страны. Предложили каникулы до 24 января с сохранением заработной платы. Пока же официально новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Инициаторы отмечают, что если каникулы продлят до 24 числа, то такая мера позволит снизить заболеваемость коронавирусом, избежать переполнения стационаров, в целом замедлить распространение инфекции. По мнению инициаторов, россияне смогут больше времени провести с семьей, заняться самообразованием или сделать дома ремонт. В год 75-летия атомной промышленности мы продолжаем рассказывать о тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие отрасли и Уральского электрохимического комбината. Сегодня расскажем о Юрии Павловиче Забелине. Юрий Павлович Забелин родился в Свердловске 25 марта 1937 года. В 1959 году окончил физтех Уральского политехнического института. В одном из архивных интервью Юрий Павлович рассказал об отношении к учебе и стремлении получать знания у юношей тех лет. Привлекала тайна некоторая, которая способствовала тому, что старались, причем отбирали лучших. В нашей группе половина, больше половины даже медалистов было, золотые, серебряные медалисты. И из 22 выпускников 10 человек приехали работать сюда на Уральском электрохимическом комбинате. В частности, в этой группе были и Виталий Федорович Корнилов, и Анатолий Петрович Кнутарев. Я считаю, что лично мне повезло, что вот у нас в группе был такой, то есть уже во время учебы был спаянный коллектив, нацеленный на учебу, на то, чтобы получить как можно больше знаний, с тем, чтобы их можно было применить на производстве. С 1959 по 1979 годы и с 1991 работал на Уральском электрохимическом комбинате, инженером, старшим инженером и руководителем группы. А между этим более 20 лет заведовал кафедрой специальной технологии Уральского филиала Центрального института повышения квалификации руководящих работников и специалистов. Также с 1995 по 1997 год был профессором кафедры молекулярной физики Уральского государственного технического университета. Он был одним из тех, кто строил отрасль, решая сложнейшие производственные задачи. Юрий Павлович внес вклад в решение проблемы обеспечения устойчивости центрифуг при внешних воздействиях. Разработал отраслевую методику расчета параметров центрифуг, обеспечивающих оптимальную их устойчивость при малых колебаниях. Руководил работами по исследованию надежности центрифуг при внешних воздействиях, что позволило решить проблему перехода ангарского электролизного химического комбината на более эффективную и экономичную центрифужную технологию разделения изотопов урана. Основное – это вопросы механики газовых центрифуг. Как известно, центрифуги пришли на смену газодиффузионному оборудованию ввиду своей большей экономичности, в основном меньшим энергозатратам на производство, единицы конечного продукта. Успехи были достигнуты благодаря тому, что у нас был спаянный коллектив. Хороший коллектив был под руководством Давида Моисеевича Левина. Юрий Павлович Забелин имел шесть авторских свидетельств на изобретение и был автором более 150 печатных работ, в том числе учебного пособия под названием «Основы промышленного разделения изотопов». Был он и руководителем Клуба научных работников УХК. Это был специалист и ученый с большой буквы, труды которого востребованы по сей день. По стопам Юрия Павловича пошли сын и внучка. Сегодня это уже целая династия атомщиков, которая, продолжая дело первостроителей отрасли, пишет новые страницы о летописи атомной промышленности нашей страны. Виктор Малышев, «Объектив. Итоги». На этом информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги» подошла к концу. Завтра в 19.30 на канале ОТВ смотрите передачу «Грани». Речь пойдет о школьниках-миллионерах, которые выиграли во всероссийском конкурсе «Большая перемена. Грант» по 1 миллиону рублей. А сразу после смотрите в 20.00 выпуск новостей «Объектив». На этом выпуск подошел к концу. Пусть начавшаяся неделя принесет только хорошие вести. Всего вам доброго. До свидания.